Здравствуйте, господа и дамы! Сегодня мы будем пропагандировать терроризм. Не простой терроризм, а физический терроризм. Будем терроризировать основу наших законов, физических законов. То есть будем терроризировать физику. Поэтому и озаглаем наше размышление как физический террор. Террор физики. Шутки шутками. Начнем хотя бы с того, что вы прекрасно видите и знаете, что происходит вокруг. И я хотел бы обратить внимание на такой момент. С зеркалом все знакомы. Как говорится, пьяную рожу там не один раз видели. И все знают, что изображение в зеркале появляется при падении света на наше лицо после будуна и падение его на зеркальную поверхность. Обратите внимание на зеркальную поверхность. Тонкий слой серебра, прилегающего к стеклу. Тонкий слой серебра или там алюминия или отполированный металл, отполированный, то есть верхний слой полированной поверхности. Или возьмите поверхность воды. Ведь внутри воды изображений нет. Изображение ваше, когда вы смотрите на воду, появляется на поверхности воды. А поверхность воды, кроме того, сверху её есть так называемая плёночка, определяемая силами поверхностного натяжения. Что букашки и таракашки по ней бегают и не тонут. Это очень тонкий слой. Граница между двух сред. В данном случае слоя воды и слоя воздуха. Вот этот тонкий слой определяется силами поверхностного натяжения. Граница между воздухом или стеклом и амальгамой серебряной тоже граница. И она превращается в отражающую поверхность. Призма. Если свет падает в призму, опять же, преломление света идёт на границе поверхности воздуха и стекла. Если вы ложку опустите в воду, опять же, вы видите срезанное изображение ложки, опять же, на границе двух сред. Воды и стекла или воздуха. Мираж тоже самое образуется на границе. Ток высокочастотный, бегущий по проводнику, бежит по поверхности провода, по границе между проводящей частью и непроводящей частью. А что у нас согласно закону Ома? Как у нас определяется сопротивление? Если у нас есть резистор, допустим, у него 10 Ом. Есть другой резистор, у него 20 Ом. Если мы их запараллелим. Какое у нас будет общее сопротивление? Согласно формулам. Правильно, где-то 15 Ом. Верно, да? При параллельном соединении сопротивление по формуле общее уменьшается. Так вот, представьте, вот это сопротивление. Это у нас вода. А это у нас воздух. Вода хороший проводник. Ток бежит по ней прекрасно. Воздух плохой проводник. Практически сравним вакууму. И ток по ней не бежит. Что у нас получается? Слой поверхностного натяжения, граница воды, будет обладать чем? Самым маленьким сопротивлением из двух сред. Потому и на границе воздуха и воды у нас получается слой поверхностного натяжения, обладающий для двух сред самым наименьшим сопротивлением, по которому ток, естественно, и течет. Это не важно, какая среда будет. То ли вода-воздух, то ли медь-воздух, то ли медь-вода, то ли масло-вода, масло-медь, какое угодно. Если у них разные внутренние сопротивления среды, граница будет обладать самым наименьшим сопротивлением. И ток электричества побежит как раз по этому самому наименьшему сопротивлению. Я думаю, с этим никто спорить не станет. Почему я затронул вот эту тему? Мне иногда присылают письма и говорят, а вот, знаете, у нас практически в середине XX века, начале XX века, столько было изобретателей, которые изобрели и бестопливные генераторы, и вечные двигатели, все они работали, и все они там и летали у нас, но потом спецслужбы, как говорится, умертвили их на этой почве, чтобы никто ничего не знал. Все это байки, если честно слово. По правде говорить, все это байки. Чаще всего изобретатели умирают собственной смертью или трагической смертью, но в результате каких-то бытовых причин. И опять же, некоторые изобретатели, как говорят про Теслу, не раскрывают свои изобретения, потому что мир не готов к этому, это преждевременно, и так далее, и тому подобное. Ну вот, до старости лет, как говорится, чтобы и про меня тоже самое не говорили, когда я уйду, как говорится, в мир иной, я постараюсь в своих видео рассказать все, что знаю, все, что предполагаю, в чем уверен или близко к уверенности, раскрыть все секреты и не уносить их с собой, как говорится, а предоставить это всему миру. Мало того, я еще буду помогать и способствовать, как говорится, в здравом теле и уме всем изобретателям и разработчикам, кто хочет заниматься этой темой. А какая у нас тема? Вот я вам рассказал про границу сред. Вы можете сами подумать об этом хорошенько и, думаю, со мной согласитесь то, что я вам сказал. Вы на сайте у нас посмотрите, у нас там много видео по сжиганию воды. Так вот, я хочу вам затронуть эту тему, как у нас горит вода. И может она гореть? Ну, гореть может, потому что у нас еще плазменные генераторы сейчас есть. Ну, правда, они там горят, вода в смеси с горючими веществами, там, с нефтепродуктами. Ну, тем не менее, их плазменные резаки и так далее, и тому подобное. Но я хочу затронуть немножко другую тему. Тему, которую еще никто не создавал. Если вы видели наше видео про сжигание воды, как горит кирпич, пропитанный водой, обычной водой, даже грязной водой, в которой нет горючих материалов, нет жидкости горючих. Как это все горит. Вот я и хочу вам рассказать. Я хочу, я не хочу, ну, не знаю, как это в перспективе будет, заниматься установкой по сжиганию воды. Далее. Хочу это переложить на плечи фанатиков этого дела. Поэтому я расскажу все секреты того, что мы наработали. Во-первых, я вам покажу схему сжигания воды, то есть схему нашей установки. Что она себя представляет. это у нас естественно сеть 220 или 380 можно. Будет еще эффективнее. Дальше идет устройство минимизации мощности. МИМ. Далее идет неполярный конденсатор. Далее идет низковольтная обмотка трансформатора. Обращаем внимание, низковольтная. То есть рассчитано на напряжение может быть разное. Начинает от 24 вольт и кончает 127 вольт. Как у нас там по старому сталинскому госту. Вот и на этом и все практически. Перевичка рассчитанная на 220 на 380 на 660 ну там хотите на 800 вольт какое угодно. Это восковольтная обмотка. То есть здесь допустим 42 вольта здесь у нас допустим 380 и вот на эти контакты мы кладем наше полено которое горит как говорится синим пламенем. что происходит в этих процессах как вы видели с прошлого видео мим формирует практически сердечный ритм то есть удар в проводнике которому он находится. Вот этот удар идет по всему сечению. Конденсатор его усиливает как усилитель перенаправляет увеличивает мощность и вот этот удар распространяется по вторичке. естественно генерируется в перевичке. Удар попадает на проводник в виде топлива. Ну допустим у нас проводник в виде свежей деревяшки. Это мы обычно раньше уголок металлический использовали. На нем удобнее всего это делать. Обычный металлический уголок. вот мы кладем сегодня сюда это полено. Можете видео посмотреть. Что происходит в этом случае? Идет у нас допустим полуволна через топливо. Что представляет из нас деревяшка? Это клетки. Даже если брать советские книги учебники ботаники то что там у нас нарисовано? Клетка сплюснутая такая дерево. Вот они большие маленькие и так далее с ядрышками. А что из себя представляет клетка? Это грубо говоря можно сравнить с яйцом. У него есть скорлупа внешняя оболочка ядро желток и какая-то жидкость вокруг центра. А как я вам объяснил, что на границе сред, что у нас в клетке или в яйце границы среды является скорлупа или тонкий слой мембрана этой клетки. она соприкасается с другими клетками с третьими клетками и так далее. Ток который поступает через древесину будет бежать по поверхности клеток. Они очень тонкие. Во-первых они сами по себе маленькие и они очень тонкие. А что у нас делается с проводником который находится который имеет малое сечение и находится допустим в проводе большим сечением. Обычно такой проводничок называется предохранителем и когда через него проходит большой ток он на что перегорает. Так вот эта пленочка это сравнимо с нашим предохранителем. По ней бежит ударный ток с установки в каком-то месте особо тонком пленочка эта мембрана перегорает обугливается а раз внутри у нас находится что жидкость которая состоит из сложных соединений органических сахароза фруктоза фруктоза я не знаю что глюкоза я не ботаник я не знаю но эта жидкость очень хорошо горит потому что запах сахарный бывает когда сжигаем свежую древесину естественно это горючее вещество у нас сгорает мембранка воспламеняется содержимое то что внутри находится часть частично но мало того что часть составляющих этой жидкости которая находится в клетках сгорает но там есть часть которая может быть не сразу сгорает там может быть и молекулы воды находятся а что у нас приходит с молекулой воды во первых что у нас такое молекулы воды молекулы воды нету ядра но если дождик если разбрызгать воду она состоит из чего из капель больших маленьких ведро налить воды это тоже большая капля только удержимая стенками ведра можно воду сделать до дисперсного состояния очень маленького и она снова будет с тобой капелька а раз на капельку капелька она будет покрыта слоем поверхностного натяжения что границей среды между в данном случае воздухом и водой а в клетке между жидкостью сложных органических соединений и собственной водой допустим то есть все органические соединения внутри они неоднородны не бывает такого однородности то есть там обязательно сопротивление присутствует локально где-то больше где-то меньше а раз сопротивление внутри клетки разное а разное сопротивление вокруг подразумевает что границу среды две молекул соединенные вместе при соприкосновении имеют границу среды а граница среды сопротивления будет меньше чем сопротивление каждой из соприкасаемых а раз она меньше сопротивления по нему побежит электрический ток а раз она тонкая соединение она обязательно перегорит поэтому если вы видели как мы сжигаем полено на двух контактах вы видите мелкие взрывчики по всей поверхности взрываются клетки древесины это горит и то что находится в клетках но вода когда проходит по нему электрический ток разлагается на водород и кислород потому что мы подаем переменное значение на полено не постоянно переменное то есть полярность у нас меняется быстро туда-сюда в этом месте туда-сюда туда-сюда в клетках полярность тоже меняется из-за этого перемешивается у нас то водород от кислорода уходит то они опять сближаются то опять уходят то опять сближаются такие колебания происходят перемешивания естественно У нас может происходить разделение водорода и кислорода просто на кучки Не сильные, как у нас, допустим, получают Гаусс-Брауна или на электроизной установке А в одном мелком месте, в одной клетке, но они находятся локально То есть где-то в одном месте скучковались водород, а в другом месте скучковался кислород Полярность поменялась, они устремились навстречу друг другу, смешиваясь Получился гремучий газ Электричество прошло, он взорвался Получился микровзрывчик Поэтому на видео про сжигание воды, естественно, от этих микровзрывчиков тема тьмущие Далее Таким образом у нас получается практически электролиз без электролиза Без разложения на водород и кислород, по большому счёту По большому счёту, как нас привыкли Это далеко растянуть водород от кислорода и откачать его Нам для сжигания этого не нужно Мы его оттянули Потом, наоборот, столкнули вместе Как говорится, лбами И взорвали его Естественно, топливо сгорело А что происходит, когда сгорает органика? У нас древесина обугливается, превращается в уголь Уголь при таких значениях не горит Поэтому, когда берём полено, сухое полено И кладём на контакты Она у нас никакой реакции не проявляет Достаточно опустить его в воду Он пропитается водой Если сразу положить на контакты Будет быстрое выпаривание То есть у нас по полену бежит электрический ток Ну, в данном случае по головёшке Бежит электрический ток И просто-напросто выдавливает пар наружу Со всех щелей Он нагревается и удаляется Как только сопротивление полено Достигает определённой величины Что определяется это определённой величиной? Полено, вот головёшка, которая у нас остаётся Получается микропористой То есть клетки, содержащиеся в древесине Внутри выгорают На их место остаётся, что поры Отверстия Они, конечно, не поддельности выгорают Может кучками, локальными зонами выгорать Может и поддельность выгорает Но на их месте остаётся, что отверстия, поры Сама клетка сгорела Две, ну, так будем утрировать Две стенки этой клетки сохранились Вот, допустим, две клетки Внутри всё сгорело А оболочки обуглились Получалось у нас такие две нанотрубочки Внутри ничего нет А оболочки остались Они обуглились Угольные стали Клетки заполняет вода Которую мы предварительно погрузили Нашу головёшку в воду Пропускаем электрический ток По угольку электрический ток Прекрасно пробегает Это проводник Граница сред Между заполняемой водой И углём Определяет низкое сопротивление Разложение на водород и кислород Потому что у нас Направление движения Постоянного тока В обе стороны идёт Водород и кислород образуются Получается гремучий газ И вода в этих клетках В этих трубочках Нанотрубочках Как угодно можно назвать Начинает гореть Горит водород и кислород То есть моментальное разложение В очень маленьком объёме Мы не разделяем его Вот сюда водород Сюда кислород Мы его на наноуровне На микроскопическом уровне Немножко отодвинули Столкнули Отодвинули Столкнули Во-первых Это движение Определяется выделяемой теплотой Обязательно будет выделяться теплота При движении Пар будет образовываться А пар определяется Как бы Отодвиганием Молекул воды Друг от друга И уменьшением Увеличением Увеличением Внутренних Спротивлений Между молекулами Но из-за того Что там находятся Стеночки Угля По ним Электрический ток Бежит К ним Примыкает Тонкий слой Вот этого Пара Что такое пар Пузырек Воздуха Покрыт Тонким слоем Вот такого пара Не просто пара Капельки воды Со слоем Поверхностного натяжения А именно пузыря Как мыльного пузыря Внутри воздух Сверху слой Поверхностного натяжения И вот этот слой Поверхностного натяжения Когда по нему Пробегает Электрический ток Он моментально горит Сгорает Поэтому Чтобы получить Допустим Большую интенсивность Сгорения Надо получить Большое количество Вот таких пузырей Воду тяжело сжечь По какой причине Если у нас Мы достигли Допустим Парообразного состояния Когда именно У нас Пузырьки Воздуха Как говорится Обтянутого Тонким слоем Воды Такого мыльного пузыря В паре Они довольно далеко Друг от друга находятся Особенно Это хорошо видно В бане Наверное Многие ходили Если Свет Солнечный Падает Через узкую щель На воздух В котором Находится пар То обратите внимание Капельки воды Висят В воздухе Висят В воздухе Но не Слипаются Друг с другом Между них Обязательно Прослойки Есть Уж Уж Смешать Смешать Этот пар С горючими Веществами Что у нас Делается Практически В плазенных Резаках Там Испарение воды С горючим Веществом Прожигание И горение Чтобы нам Получить Высокую Эффективность Минуя Этот процесс Нам надо Чтобы Вот эти Пузыри Воды Внутри Воздух А если там Будет Если внутри Горючий газ Будет Пузырьки Так еще Лучше будет Эффективность Вот этот Пузырек Он Соприкасался Но Соприкасание Если два Пузырька Соприкаснутся Они Или увеличатся В размере Или Превратятся В каплю Просто Напросто Стекут А вот Когда Вот эти Пузырьки Находятся В древесине Где уже Есть Искустенные Стеночки И Капельки Воды Просто Растекаются По этим Отверстиям Внутри По стеночкам Вот так Это как бы Такой Искустенный Пузырек То Вода Как раз В этом Искустенном Пузырьке Когда ток Проходит И начинает Гореть Отсюда Выбивается Большой Стрией Пламени Длинными Языками Поэтому Чтобы Сделать Допустим Горелку Которая Работает На чистейшей Воде Обычной Воде На грязной Воде Ну Грубо говоря Нужно Взять Нано Трубочки Которые У нас Сейчас Популярные Как говорится Пропустить Через них Электрический Ток И пропускать Через них Воду Каким-то Образом Тогда Не просто Воду Если просто Воду Пропускать Через Трубочка Будет Струя Она Горить Не будет А вот Если Трубочка Будет Как бы Вода Облипать Стеночки Этой Трубки Не Продавливается Через Стеночки А именно Облипая Протекает Так вот Такие Если трубы Через такие Трубочки Пропускать Жидкость Которая Будет Прилипать К стеночкам А здесь Поступать Воздух Допустим Или какая-то Газовая Среда Вот тогда Мы на выходе Получим Большую Реактивную Мощность Можно двигаться На чистейшей Воде Ну так На вскидочку Мало того Мало того Так мы можем Сжигать Воду Так мы можем Создать Реактивный Двигатель Или резак Но Если Рассуждать Далее Практически Гипотетически Мы В проводнике Получаем Волну И Мало того Ударную Волну Если У нас И причем Эту волну Для этой Волны Не нужна Принимающая Сторона То есть Если у нас Движется Ток По проводнику И вдруг Встречает Сопротивление Как я вам Говорю Там Диодный Мостик Волна Ударяется В него Отбрасывается Получается Реакция Что ведет К стукам Нагрева Проводника И так далее Но Оборванный Провод Это Есть Граница Среды Между Допустим Медиупровода И воздухом Между Медиупровода И вакуумом Это Граница Среды И если Возможно Сделать Так Чтобы По проводнику Шла Огромные Шли Огромные Волны Ударной Составляющей То нам Достаточно Иметь Под Днищем Допустим Наши Летающие Тарелки Какую-то Твердотельную Поверхность Которые Будут Направлены Ударные Импульсы То нам Вот на этой Границе Среды Между Воздухом Или вакуумом Будет Образовываться Реактивная Составляющая Ударная Составляющая Волновая Составляющая И мы Будем Можем Летать На чистом Электричестве Без ТО ПЛИ 2 И может Быть Даже Не имея Большого Источника Энергии До следующих Встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...